хочу вам показать артишок килограмм вот такая вот баночка мы купили ее в центре в аптеке лариса в прошлый раз привозила и в этот раз я решила тоже повторить у ларисы еще есть ее хватает надолго-надолго там буквально пол чайной ложечки разводишь в стакане воды теплой и выпиваешь не сказать что прям приятно но не противно какие ощущения очищение хорошие идет и я знаю что артишок очень хорошо чистит печень и кровь поэтому я вот купила для тех кто борется с лишним весом артишок это то что нужно а еще но если чистая вас кровь то у вас и здоровый вид кожи не серый лицо не серая будет светящиеся поэтому я купила себе такую баночку отдали отдали мы за нее 430 донгов хотя он просил 450 аптеки в центре мы покупали такая вот огромная огромнючая банка я уже оттуда чуть-чуть взяла мне кажется что этого хватит года на три точно потому что по такой маленькой дозе выпивать водичку ну почитайте про артишок поэтому кто будет во вьетнаме обязательно себе купите такую вещь я вот на себе ощущаю но он как слабая мочегонная действует как легкая слабительная это по ощущениям то что я чувствую а как он там дальше работает конечно я сказать вам не могу это только время покажет думаю печень артишок чистит кстати про артишок я читала что римский император приказал всем своим подданным употреблять артишок потому что они безмерно ели то есть вечером им накрывали столы и они не садились они ложились у них были такие лежаки и они лежа ели до самого утра потом они уходили спать и к вечеру опять все собирались и начинали пир поэтому он приказал всем употреблять артишок потому что он хорошо чистит то что то что они съели они все это вычищали с помощью артишока вот такая у них была традиция переедали но артишок их спасал передание такая вот подстраховочка у них была вот так вот выглядит артишок в коробочке я сейчас его стала ставить в коробку и там увидела вот такой вот буклетик здесь написано об артишоке сейчас я вам почитаю очень красиво смотрится наверх вот так крышечка закрывается тяжелый килограмм я помню брала артишок он был в капсулах и там было по-моему 60 капсул их хватало ну почти на месяц этого артишока его хватит наверное на годы на три точно если не больше потому что килограмм они маленькими упаковками продаются и вот такими большими но я решила уже взять большую чтобы надолго стопроцентная вытяжка из артишока никаких добавок только артишок читаем концентрация стопроцентный артишок давних времен известен как хорошее лекарственное растение экстракт данного растение богат славаноидными ой смотрите как написано то есть это же перевод на русский поэтому с ошибками ну как смогу гликсезидами какими-то сложно сказать являющимися производными от лютеолина цена розита он улучшает пищеварение выполняет защитную функцию для печени является хорошим противоспазмолитическим средством также его используют при лечении вот вообще что это при лечении чего вот это слово а самым полезным его свойством считает способность снижение холестерина в крови известно что артишок помогает при заболевании почек и вот еще какое-то слово то есть я вот вам сейчас это показываю а вы уже сами прочитаете я знаю что он полезный очень а лучше найдите в интернете про него информацию в нем очень много белка кальция фосфора каротина минеральных солей калия фолиевой и аскорбиновой кислоты а также витаминов b и c в синий содержится цинарин который защищает от атеросклероза препятствует появлению раковых заболеваний и преждевременному старению клеток также артишок имеет слабительный и мочегонный эффект его листья используют для настоек и отваров для приготовления настоя из артишока нужно взять примерно 10 грамм свежих листьев и заварить кипятком для повышения эффективности в отвар можно добавить ложку меда пить два раза в день в теплом виде в народной медицине используют сок артишока для повышения половой активности артишок используют для лечения таких заболеваний как псориаз экзема ну да потому что он чистит кровь а псориаз и экзема это грязная кровь и паразиты вот поэтому он и такой полезный используя небольшое количество артишока снимается тошнота тяжесть в желудке метеоризм и многие другие неприятные симптомы связанные с плохой работой печени специалистами доказана теория что к лечебным свойствам артишока относятся нормализация метаболизма защита от накопления в организме токсинов и вывод их из организма а еще артишок помогает при облысении нужно втирать сок в кожу головы это не сок он такой как патока такой густой 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 поэтому его наверное втирать то не надо хотя если развести его в водичке может и можно втирать применение является безалкогольным напитком суточная доза от 10 до 20 граммов употреблять 3 раза в день до или после еды не содержит пищевых красителей не содержит консервантов вот просто такая вытяжка из артишока вот такая вот прелестная штука вот со льдом можно пить или в горячем виде я пью тёпленьким мне нравится хорошая такая вот штучка так сейчас покажу вам сумочку вот такую сумочку я себе купила она из плотной плотной очень плотной такой плащевки не тоненькой прямо вот она такая грубая плащевка расцветка коричнево-березово-голубая и посмотрите как все прострочено это какая-то вот фирма есть их вьетнамская называется киплинг посмотрите какие ленты такие как стропы парашютные очень крепкие и здесь вот ручка видите как сделано она скручена и вот здесь такие как нашивки плотные так вот здесь вот сбоку замочки она вот так расстегивается и превращается вот так углы вытаскиваете она становится еще больше представляете вот такая вот сумочка и этот угол также делается то есть можно ее сделать такой компактной с виду а можно развернуть ну как дорожная сумка это мне кажется просто идеальный вариант здесь вот смотрите здесь один карман здесь под замочек застегивается другой карман паспорт как раз сюда войдет если в дорогу ее брать так что внутри посмотрите какая она классная внутри подкладочка такая у нее серая тоже плотная внутренний карман вот такой вот кармашек вот фирма киплинг обратите внимание то есть цены разные там есть точно такие же сумочки только однотонные но я вот сильно захотела именно вот такую на коричневом фоне бирюзовые цветы и вот я ходила два дня мы ходили и торговались в общем могла купить конечно я подешевле однотонную но я хотела именно эту вот поэтому однотонную можно купить и за сто семьдесят донгов но вот эту я купила за двести пятьдесят очень мне понравилась и цену вот как-то не скидывали поэтому я посчитала ну что там семьсот пятьдесят рублей на наши деньги двести пятьдесят донгов это семьсот пятьдесят рублей на наши деньги поэтому я взяла и не парюсь теперь у меня есть такая сумочка классная вот обратите внимание там на кто будет во вьетнаме вот обратите внимание на такие сумочки они однотонные есть тоже и они однотонные они дешевле вот такой сумка себя порадовала сейчас покажу кофе я взяла двух видов вот такие упаковки они это маленькие упаковки они по сколько граммов тут не могу вам сказать ну то есть вот я взяла по пять такой и пять такой кофе вот а Ларите взяла две большие пачки одну такую по ценам надо у Ларисы спросить а я сейчас скажу сколько я за кофе отдала мне это записано так кофе 100 донгов стоит 100 и 100 200 донгов это получается 300 рублей 5 упаковок кофе 300 рублей на наши деньги нет я взяла их в подарочки возможно еще пойду куплю потому что вот я его открыла он упакованный у нас сейчас аромат на всю комнату ароматный кофе просто шикарный Лариса пробовала мне насоветовала поэтому я купила себе их в подарочке так как я кофе особо не пью так бывает утречком захочется в охотку так скажем я не кофеман поэтому оставлю себе одну такую одну такую и остальное все в подарочке вот так вот но кофе правда хороший тут его хвалят вот тамичи тоже говорят что кофе набрали отсюда муж с женой они были уже здесь не раз во Вьетнаме поэтому всегда отсюда увозят кофе вот у Ларисы точно такие же только две большие упаковки а я взяла вот маленькие но много вот так мне захотелось поэтому фасовка тут разная на любой вкус в общем все это все покупочки на данный момент но мы здесь всего три дня и находимся поэтому у нас все впереди а на этом все надеюсь вам было интересно пока пока до встречи в следующем видео